Кругом наши Толик и Вадимы росли рыжими конопатыми мальчиками, похожими как три капли воды. Одноклассники обзывали их Антошками и грозились убить лопатой, поэтому мальчики, скопив деньги, которые мама давала им на завтраке, отправились делать пластическую операцию. За накопленные ими 12 рублей 43 копейки операцию им согласился сделать только их сосед, который из серьезных операций участвовал лишь во взятии Берлина, поэтому следующие 8 лет они пролежали в коме. Все это время будущие участники группы Modern Talking невольно впитывали в себя мелодии, которые играл знаменитый композитор, лежавший на соседней койке. В автокатастрофе он сломал себе все, кроме пальцев, и продолжал творить, играя на рояле, подвешенном над его кроватью. Рояль наконец-то упал на композитора, вся больница вздохнулась облегчением, а Толик и один Дима внезапно вышли из скобы, вероятно от страшного грохота. К этому моменту они были абсолютно непохожими друг на друга молодыми людьми разного возраста, страстно влюбленными в музыку. Этим случаем заинтересовались немецкие врачи, и в 84-м году ребят повезли в Германию, в Центр по изучению случаев выхода из комы в результате падения рояля и разных других музыкальных неприятностей. Дальнейшая судьба группы Modern Talking известна всему миру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова